Приветствую вас! И вначале отвечу на вопросы, которые были вами заданы непосредственно в письме. Значит, та девушка является в вашем понимании динамщицей, которая ничего не делает для отношений. То есть, по сути говоря, ваша девушка, она только лишь принимала от вас, да, знаки внимания, средства и прочее, но при этом ничего не делала для отношений. То есть, сама не прикладывала никаких усилий для того, чтобы делать вас счастливым. Это значит, что ее выражение чувств к вам было неискримым. Прямо это человек, который любит, хочет делать того, кого он любит, счастливым. Значит, отличить искреннего человека от корыстного можно так. Итак, если на начальных этапах отношений вы, естественно, ухаживали, добивали девушку. А когда мы формально стали парой, то вы увидите, что вы только лишь инициатор всего. А девушка только, ну, девушка ничего не хочет делать, да, лишь только вот. Принимает, требует, недовольный список. Вот это означает пассивное отношение девушки к вам, отсутствие заинтересованности в отношениях с вами. И, по сути дела, можно смотреть на отношения человека. Если человек делает что-то для вас, то это значит, что человек инициатор. Если нет, значит, не инициатор, не инициатор просто вас использует. Значит, в чем вы были не правы? В том, что когда период ухаживания закончился, вы продолжали также в одностороннем порядке, по сути, ну, вкладывать в отношения. При этом вы не стимулировали никак твою девушку на какие-то действия. То есть, изначально нужно за женщину ухаживать, но когда вы уже пара, то необходимо, чтобы два человека работали над отношениями. В этом случае отношения не получатся. И ваша ошибка заключается в том, что вы, когда были парой, когда стали парой с девочкой, вы также продолжали вести себя активно за двоих. Это не совсем верно. То есть, все-таки нужно, чтобы девочка тоже что-то делала. Для этого необходимо соизмерять свою активность с ее активностью, чтобы не подавлять человека. Тогда у вас не будет завышенных ожиданий относительно нее, а она будет понимать, что вы не готовы работать в отношениях за двоих. Вот в этом заключается ваша ошибка. Дальше. Дальше нужно сказать о том, что в вашем вопросе проглушало лишь поверхностно, но при этом достаточно важно. Вы сравниваете и себя, и свою девушку с матерью и отцом. Соответственно, себя с отцом, девушку с матерью. То есть, девушка ведет себя так же, как мама. Она похожа на нее. Почему? Здесь имеет место ваша внутренняя женщина. Анима. Это первичный образ женщины, который формируется еще в детстве. И именно к нему вы подсознательно стремитесь. Соответственно, в данной ситуации вам необходимо с этим образом наладить определенную связь, чтобы отдавать себя через то, чего вы хотите, куда вы стремитесь и что вам нужно. Начнем с того, что если вы не желаете повторять судьбу, срываться и иметь такие же отношения, как у него, вам необходимо лучше понять вашу маму. Понять, что она, по сути дела, руководит и тиранит вашего папа, потому что сама не уверена в себя до конца. Она сомневается в нем, она не до конца доверяет мужчине, она считает себя лучше него. И ведет себя, ну, несколько эгоистично. Для чего страдает ваш отец. Но ваш отец тоже участник этих отношений. И потому, нужно сказать, что поведение вашей мамы стало возможным благодаря его поведению. Благодаря его отношению. Благодаря тому, что, возможно, его устраивает, что женщина занимает лидирующее, доминирующее положение. Соответственно, вам необходимо для себя определить, желаете ли вы, вот, быть в позиции подчиненного. Желаете ли вы занимать позицию ведомого. Если так, то вам необходимо искать женщину лидера. Но если вы хотите другую позицию, то вам необходимо от образа аниме отдалиться и определить сначала свою позицию в отношениях. Определить, что вам нужно от женщины, что она вам может дать, что вы можете дать женщине, женщине. И, исходя из вот этих вот критериев, выбирать себе спутницу жизни так, чтобы выстраивать с ней те отношения, которые вас устроили бы. Если вы видите, что женщина ведет себя вызывающе, что она сумеется вас подчинить. Это эгоизм, комплекс неуверенности в себе, страх, что ее бросят, страх, что она останется одна и прочее. То есть, стремление подчинить и тотального контроля. Если вы видите, что человек спокоен, человек уверен в себе, человек прислушивается к чужему мнению. Это значит, что женщина уверена в себе и готова вести партнерские отношения. Вам необходимо выбрать, что для вас лучше и стремиться именно к этому. Тогда вы будете счастливы. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу. Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучшим. Будем благодарен. Продолжение следует... Продолжение следует...